Друзья, здравствуйте! Сегодня мы переходим ко второй части нашей серии, посвященной Парсу Фортуны и Парсу Души. Ну, сегодня первый раз мы уже напрямую встречаемся с Парсом Души. Вначале несколько слов о символике этих двух Парсов. Дело в том, я напоминаю, что вообще-то Парсы – это наследие эллинистическое, это наследие лотов. Большинство лотов как-то были отсеяны Великим Птолемеем, но, тем не менее, в мусульманской астрологии они остались, развивались. Ну, и я уже говорил, в какой-то момент число Парсов перешло все разумные пределы, и, на мой взгляд, как бы система немножко стала не совсем адекватной. Но это уже часть истории. Чем интересны именно эти два Парса? Так вот, это только два Парса, ну и, соответственно, лота, по-видимому, которые имеют собственное обозначение и собственную символику. Обозначение Парса Фортуны вы уже знаете – кружок и крестик внутри. А изображение Парса Души – это кружок и две таких, казалось бы, ножки. Но на самом деле это не ножки, это символ лучей. Это лучи. И чтобы нам лучше понять смысл, давайте обратимся опять же к этим двум символам. Крестик – это вообще-то вот в кружочке – это просто символ Земли, ну а в данном контексте символ земной обыденной жизни. В том числе весьма материальной, как мы понимаем. А вот Парс Души, при этом название, я не совсем уверен, что точно отражает смысл того, что обозначает. Это скорее и душа, и дух. Это внутренний мир человека, внутреннее самоощущение, если угодно. Вот так я понимаю, по крайней мере, что такое Парс Души и что он обозначает. Его обозначение, это очень, конечно, сокращенное, это Солнце, а вот две ножки, на которых он стоит, казалось бы, ножки, это просто символ лучей. Таким образом, земную жизнь и материальную жизнь, то есть Парс Фортуны, обозначает земную, если хотите, приземленную немножко жизнь. А Парс Души обозначает внутренний мир человека. В современной, так сказать, контексте я бы обозначил именно так. Ну, начнем, как всегда, с технических вещей, потому что все-таки наша цель – это уметь им пользоваться, для тех, кто посчитает это интересным для себя. Ну, в конце мы это еще технические вещи тоже, так сказать, обсудим. Каковы правила его построения? На данной карте, как вы видите, изображена молодая Луна. Ну, для новичков я просто еще раз поясню. Так как Луна по ходу знаков впереди Солнца, а ее скорость выше, то когда она впереди, то она все будет дальше и дальше уходить от Солнца. Значит, расти. Да, и максимального размера она уже достигнет в полнолунии. Итак, это молодая Луна. Как находится Парс Души? Измеряется расстояние, в данном случае, от Луны к Солнцу. И это расстояние, ну, достаточно длинное. Это расстояние всегда, и в этом случае тоже, измеряется по ходу знаков зодиака. После этого это же расстояние откладывается от Асцидента, тоже по ходу знаков зодиака, и увидите, где находится наш Парс Души. Теперь мы посмотрим второй вариант. Это ведь у нас дневная карта. И почему дневная? Потому что Солнце находится на длине горизонта. Значит, у нас день изображен на этой карте. Следующая карта, это, сейчас мы ее увидим, это ночная карта. По простой причине Солнце находится под горизонтом. И здесь мы измерение производим расстояние между Солнцем и Луной по ходу знака зодиака, а потом его откладываем от Асцидента. И вы увидите, где находится Парс Души. Если обобщить все эти случаи, которые мы будем рассматривать на следующих наших встречах, мы должны сказать, в чем отличие. Если для Парса Фортуны расстояние всегда откладывается от ведущего светила, то для Парса Души расстояние откладывается от ведомого светила. Ну, светила, опять же, это Солнце и Луна. Я думаю, что нам предстоит весьма интересные вещи. И, по-моему, самый интересный отрезок будет в конце, когда мы будем обсуждать и технические положения относительно друг друга в одной и той же карте Парса Души и Парса Фортуны, ну и как это можно интерпретировать уже для практического применения всех этих вещей. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всего хорошего. Ну и до новых встреч.